Здарова всем ребят, с вами Хил Хёртс и сегодня у нас будет билд на мага чистого кастера, очень интересный, очень, 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 ну, своеобразный. Будем использовать много негативных эффектов, получается на кольцах у меня плюс 2 к негативному эффекту, на ожерелье тоже, и пояс на испытание, который накладывает знак скверны. Очень полезная штука, потом расскажу. Сразу о проблемах, у билда никакущая выживаемость, 170 портал я не смог заточить, потому что меня все шотают, вот реально, банально шотают. Сами видите, сколько у меня сопротивлений, почему так? Потому что мой билд собран на шмоте силового щита, это ужасный шмот для, скажем так, контактных персонажей, потому что он не дает никаких резистов, вот. Если собрать на воин, ну, как это, получается, бойцовских доспехах, либо воинских доспехах, которые дают много сопротивления урону и шанс блока, это будет намного более выживаемый, но у меня пока что такой шмот. Буду показывать, как есть. И опять же, если у противника, у босса более 30 миллионов хп, и мы один на один с ним, этот билд не может ничего сделать. Как это, основные тезисы я сказал, чтобы потом вопросов не было, но шваль чистит великолепно. Если вдруг ребята в комментариях смогут подсказать, как увеличить дамаг именно по боссам, я буду бессмертно благодарен. Как с этим немножко бороться, я покажу, но опять же, это не вариант. Вот, давайте смотреть. По сути, мы заходим, начинаем кастовать все вокруг, везде на всех накладываем стазис постоянно, не забываем прокастовывать вот эти вот штуки. Ужасные противники заспаунили с винтовками, здесь в теории не должно быть, но эти говнюки взяли и заспаунились. Ну, в общем-то, туда им и дорога. Аннигиляция тоже неплохо дамажит, но опять же, это только потому, что у противников мало хп. Опять же, кастуем оплот зари, кастуем вот это вот кольцо, и это уже может дамажить, смотрите, видите? Постоянно у нас накладывается метка, всякая фигня, и в целом, как только кто-то начинает взорваться, у других противников тупо не остается шанса. Вот, примерно так это и работает. На лоу-левельных картах я бегал, просто пробегаешь, и все вокруг дохнут. Это очень забавно, но, блин, какой смысл ходить лоу-левельные карты, если мы как бы не на это заточены, грубо говоря. Видите, 22 миллиона хп, мы с ним один на один, я вообще ничего не могу ему сделать, я наношу как бы урон, но это не урон, камон. Благодаря всяким негативным эффектам заморозки, он очень медленный, мне, в принципе, легко его в теории контролить, но в идеале, в идеале, как-то увеличивать дамаг по боссам. Опять же, это у него мало всяких нодов, если бы было больше, я бы его не убил. Ну, или очень долго бы он. И главное, желательно не получать дамаг. Вот, ну, то есть убить можно, но, опять же, вы видите, сколько это времени тратит, просто огромное количество времени. Так, изумрудники падают, это хорошо. Ой, это просто, ребята, подарок судьбы. Эта штука нам очень сильно на боссе поможет. Сейчас мы соберем, полностью зарядим. Да, я сейчас строю новое крыло университета, чтобы этот счетчик у меня увеличился. Если этот счетчик увеличится, с боссами будет намного проще. Когда там просто дойдем, я вам покажу, о чем я говорю. 150-й портал проходится весьма и весьма легко. То есть, по сути, мы можем... Ну, реально очень легко. Ну, вот, сейчас кто-нибудь взорвется и смотрите на дамаг. Как говорится, поехали разгоняться. Вот, я, по сути, не наносил урон. Я тупо стоял вокруг них и накладывал негативные эффекты. Только всего. Они сами взрываются. Благодаря замедлению, противники, именно рядовые, почти ничего нам не могут сделать. Ну, просто потому что... Ну, потому что зачем? Как бы они заморожены. Они очень сильно замедлены на 20%. И в целом это работает неплохо, как вы можете заметить. Но, опять же, боссы, это невероятная уязвимость этого билда. То есть, наложили стазис. И пошли криты делать свое дело. В общем-то, как-то так. Просто ходим, прижимаем все кнопки, которые у нас есть. И все. Все взрывается, негативные эффекты накладываются. 6 штук вроде бы должно быть у нас. То есть, стазис наложился, потом вжух, вжух. Еще пару прокастов, все взорвались. Отлично. Выглядит неплохо. Так, главное не забывать Зарю обязательно кастовать. И теперь, по-моему, любая атака у нас может накладывать стазис. Потому что у меня камни стоят все на эфир. И это круто. То есть, по сути, остались толстые противники. Мы просто забиваем на них и бежим дальше. Потому что мы их быстро убить не сможем. А тратить на них время нет никакого смысла. В принципе, я надеюсь, вы поняли. Вот, хватка зимы замораживает. Сейчас у меня крафтится шмот на откат скиллов. Как только я его докрафчу, этот билд станет еще эффективнее и еще дамаговее. Только потому, что у него станет гораздо быстрее откат. У меня есть штанишки на откат скиллов. У меня есть шлем на откат скиллов. Который сейчас на черном рынке. О, ничего себе, господи. Бессмертный чего? Эффект кровотечения? Я не знаю, как я смог кровотечением кого-то убить. Но внезапно появился один негативный эффект дополнительный. Очень странно. Но круто, ладно. Я честно не понимаю, как это вышло. Но я рад. То есть, по сути, сроложный противник. Берем форму, кидаем молот. И молот разбирает этого противника просто за 3 секунды. Видели? Просто не стало босса. В принципе, мы можем идти на босса. Пойдемте сразу. Пока у нас заряд есть, пока баф есть. Быстро бафаемся. Быстро делаем кольцо. Вот, 21 лям. Этого я смогу убить легко. То есть, быстро переходим в форму. Когда мы переходим в форму, основная проблема в том, что у нас постоянно слетает силовой щит. И если не успеть его заряденить каким-нибудь образом, мы просто сдохнем. Вот, благодаря форме мы только и можем убивать босса. Столько всего, ребят. Видите, только молот исчез. Дамага нет от слова совсем. В принципе, снова входим в форму. Кидаем молот. И молот убьет этого пса. Без вопросов. Вот как-то так этим билдом можно играть. Было сложно, но мы вроде бы справились, да? Ну, давайте теперь выходим в город. Я постараюсь рассказать, что как куда. Опять же, я до конца недоволен этим билдом. Но пока что, как его улучшить, идеи у меня нет. Здесь у меня неземной реагент приехал. И получается, шлем еще немножко не улучшился. Ну, хорошо. Так, давайте пойдем по характеристикам. Я пробовал разные сетапы. В итоге я закинул 100. Ну, получается, на каждый уровень я клал 1 очко вот в мудрость. И остальные 9 в свирепость. Для того, чтобы получить шанс крита больше 50. А негативный эффект около 30. По сути, даже вот этих вот 31% наложения всяких негативных эффектов, ребята, поверьте мне, более чем достаточно. Мы только что были на карте. У меня было всегда стабильно 6 эффектов. Вот, про это я рассказал. Теперь, наверное, давайте по шмоту пройдемся. Посох, я не знаю, какие эффекты лучше. Я искал такой, чтобы было несколько статов чистого. Вот, Flat Damage. То есть, 43-56 урона огнем, эфиром и святого урона. Чем больше таких вот эффектов, тем больше вот этот вот получается средний урон. Потом еще Кража Здоровья. Это, по-моему, классический стат во всех посохах. И, по-моему, еще рейтинг скорости колдостат. Тоже полезная штука. Слушайте, а знаете, что я подумал? Я сюда могу 6 стат запихать. Давайте прям при вас и сделаем это. По-моему, вот эта вот штука нам нужна. А, ну нам как раз ее дали. Мы сейчас берем и попробуем докрафтить. Что-нибудь с эфирным уроном. Давайте попробуем. Бах. От урона эфиром. Я не знаю, хорошая ли это штука. Ну ладно. В общем-то, я профукал много камней. По-моему, испоганил посох. Ну, бывает. Ладно, ладно. Как бы ошибочка, ребята. В теории мог быть неплохой посох, но получился сомнительный посох. Окей, кольца. На кольцах у нас накладывается негативный эффект. Я играю на оффлайне. У меня есть огромное количество ресурсов. Огромное количество возможностей забэкапать. Я, наверное, вставлю, если эти видосы оставились, как я крафтил. Ребята, крафтить вот эти кольца. То есть бижутерию с дополнительными негативными эффектами. Это такой геморрой. Если вы будете делать это в онлайне, вы потратите огромное количество ресурсов, если вам не везет. Опять же. Задумайтесь. На кольцах я искал тоже плоский дамаг, потом какой-то, возможно, элементальный урон, стихийный урон. И, возможно, какие-то рейтинги наложения материальных негативных эффектов, либо криты, либо защита тоже очень нам подойдет. Получается, ботинки. Ботинки желательно иметь плоский, не плоский, а процентный дамаг. Вот 18% урона. Обязательно скорость бега. Ну и остальное уже либо силовой щит, либо рейтинг сопротивлений, либо что-то другое. В зависимости от того, как вы будете собирать билд. Поножи. Поножи. Обязательно необходим стат снижения времени перезарядки всех умений. Очень полезная штука. Также здесь желательно иметь как можно больше резистов. Ну и что-нибудь еще хорошее. Эти ботинки на мне, эти поножи на мне только из-за того, что на них много силового щита и снижения перезарядки всех умений. Затем пояс. Просто не обсуждается, потому что, ну блин, камон, ребят, это пояс, который накладывает знак скверны, из-за чего все противники взрываются. Легендарная вещь. Нагрудник. Нагрудник идеально найти с процентным уроном. Возможно, с какими-то дефенсами. Обязательно стат на снижение времени перезарядки всех умений. И, возможно, еще какие-то полезные статы. У меня вот это ужасный нагрудник, но лучше пока не падало. Шлем. Шлем у меня тоже там хороший, короче, обязательно, чтобы был откатский лов, урон. Ну и в зависимости от того, через как вы строите, то есть через силовой щит, либо через рейтинг сопротивлений. Вот как-то так. Давайте вправо. Наплечники. Наплечники я их, ну, грубо говоря, дюкнул. У меня один хороший выпал. Я его просто забэкапал и сделал второй. 20% урона. Скорость восстановления силового щита. Ну, только из-за силового щита. В идеале здесь поймать либо снижение затрат энергии на заклинания, либо скорость перевода энергии в ярость. Вот эти статы очень полезные. Сейчас, если покажу. Если есть. Вот. Снижение затрат ярости и энергии. Очень полезный стат на наплечниках. Вроде бы можно поймать. И, по-моему, еще... Снижение затрат ярости и энергии. Да, ну, вот, хорошие на ручи, в теории. Но мало силового щита. Лоу-левельный у меня. Как-то так. Ну, шмот, в общем-то, еще искать. И искать желательно на урон. На стихийный, на оккультный урон подойдет, в принципе, вполне. Из-за урона у нас получается это стихийный, это холод, это огонь, это оккультный. Это, по-моему... Нет, это тоже получается стихийный, потому что здесь молния. Это оккультный, святой. Это, по-моему, оккультный и стихийный. И это у нас оккультный урон. То есть, как бы, нам и то, и то в теории может подойти. Так, это я сказал, это я сказал. Про кольца я рассказал. Про шмотки я рассказал. Теперь, наверное, самое неприятное, это вот идти по навыкам. Так, давайте сразу мы пройдемся по метке скверны. Скверны. Она у нас в поясе. Ну вот, вот это, вот это. Смотрите, раньше у меня стояло вместо этого вот это. Так, скверна распространяется на ближайших кругов после смерти цели. Но, данный пояс умеет накладывать метку скверны при нанесении урона. То есть, мы постоянно что-то кастуем. И мы постоянно ее накладываем. Поэтому от этого вот нода я отказался. Вместо этого я взял шанс проклясть и длительность проклятия. То есть, мы просто настакиваем огромное количество проклятий. В принципе, к этому я даже думаю взять вот этот нод. Оккультный урон на 5% за каждый эффект проклятия на этом враге. У нас будет, по идее, максимум мы можем наложить 30 негативных эффектов каждого типа. Вот, максимум негативных эффектов. По сути, 30 умножить на 5, это будет, получается, на 5% 150% дамага. Больше именно от оккультного урона. Но у меня пока что и так не хватает очков. Вот, а без очков как-то грустно. Потому что вот надо еще вот этот нод взять, еще надо кучу нодов взять. Сейчас все расскажу. Так вот, здесь берем знак скверны взрываются. Это самый полезный навык, который позволяет чистить шваль. Здесь еще вот более уязвимый к урону, более уязвимый к урону. В общем-то, с этим мы вроде как разобрались. Должно быть минимально понятно. Затем, хватка зимы. Если у вас нету пояса, который накладывает эффект проклятий, вы можете совершенно спокойно взять и переделать хватку зимы вот в урон тенью. И с каждого прокаста у вас будет наноситься урон проклятием. Но, если вы это возьмете, вам придется отказываться от перезарядки. И вот от этого. То есть, у вас перезарядка будет 5 секунд. Это просто немыслимо. И посмотрите, какая маленькая область действия. Поэтому максимально желательно иметь пояс, чтобы взять перезарядку. И область эффектов вы будете вот так кастовать. И намного быстрее и чаще. Итого. Данное умение у нас накладывает какие эффекты? Заморозка, стазис. Отлично. Это умение, по сути, ничего не делает. Но, поверьте, когда у нас будет больше отката, мне писали, что есть еще баг, что этим умением также можно спамить. Об этом мы потом когда-нибудь вернемся. Потом, слеза. Слеза у нас весь урон переделывает в огонь. И также еще создает небольшую ауешку. То есть, вот такие ноды. Я даже не буду объяснять, потому что, в принципе, должно быть понятно. Здесь у нас получается базовый урон. Эфира переходится в молнию. В принципе, чтобы не морочиться с самоцветами, довольно полезная штука, довольно удобная. Переводим нормально. Остальные ноды вот такие. Это, конечно, то, что стягивает несколько раз очень удобно. Но либо это, либо это. Либо отказываться от каких-то других нодов, но они все зараза полезные. Так что отказываться особо не от чего. Вот это очень интересная штука. Я взял вот такое. То есть, вот. Увеличивает шанс наложения негативных состояний на врагов, находящихся в области действия. То есть, мне еще проще, когда вот это умение активно накладывать негативные эффекты. Поэтому мы можем не так сильно вкладываться в мудрость, чтобы повышать базовый шанс наложения негативных эффектов. Вот. Сопротивление тоже немножко нам резист дает. Ну, процента там 2-3, на это минимально. Но как бы хотя бы что-то. Хотя бы какая-то выживаемость. И чтобы мы бегали, и вот эта область двигалась за нами, нужно брать вот это обязательно. Продолжительность действия, чтобы без кулдауна было. Ну и времени перезарядки, в принципе. Можете поиграться, но это оптимальное. Давайте, наверное, самое интересное. Здесь, смотрите. Увеличивает криты. Здесь я уже не знал, что взять. Здесь бешенство. Вот эти можете 2 отменить. Потому что переводить урон в огнем, точнее урон яда в урон огнем, я не видел сильного смысла. Я оставил так, как есть. Из остальных, вот. Увеличивает урон от взрыва за каждый негативный эффект на монстре. Смотрите, в чем интересно. У нас монстры взрываются и от этого умения, и от знака скверны, то есть от пояса. То есть по сути, по сути, когда много противников, просто космический дамаг наносится от взрывов. Это важно понимать. Потом ядовитое облако тоже немножко. До дамага у нас довольно много всяких негативных эффектов, постоянно накладывается. И чем больше их будет еще, тем лучше. Так, еще уроны. Я взял здесь немножко негативных эффектов. Ну, в общем-то, область действия тоже самая важная. И аннигиляция. Смотрите, здесь я взял вот такие вот ноды. Один человек в комментариях написал, чем у тебя больше лучей, тем больше у тебя дамага. Смотрите, из интересного. Если я кастую далеко, у меня один луч. Если я начинаю делать вот сюда, как бы ближе, лучи раздваиваются. Вот. И можно вот такую сделать. Можно три луча сделать. Я не понял, больше ли дамага или меньше. Вот, честно вам скажу. Я много тестировал, но так и не смог разобраться. Раньше, когда у меня был взят вот этот нод, сейчас, увеличивает урон ядом и эфирный урон для вас и ваших союзников, попавших под луч. Когда я кастовал вот эту аннигиляцию. Ну, давайте я покажу ради интереса. Сейчас, секунду. Вот. На меня накладывался эффект, который бустил ненужные мне показатели. И шансы стазиса у меня, короче, полностью все переделывалось. Я не мог накладывать 6 негативных эффектов. То есть, ну, урон, смотрите, увеличивается. Глядите. 6800 средний урон. Средний урон. 8200 урон. Увеличивается космически. Но. Эта штука довольно серьезно ломает шанс наложения различных негативных эффектов. Это важно понимать. И также эта штука очень, очень эффективно накладывает стазис. Просто невероятно эффективно. В теории можно оставить вот этот, скажем так, скилл, вот этот нот. Вот. Но, опять же, если у вас будет накладываться 6 негативных состояний. Чем больше у вас негативных состояний, тем больше дамага вы в теории можете вынести. Альтернативно, ребята, вы можете взять кинжал и можете взять, получается, катализатор. Для чего это делается? Для того, чтобы взять какое-нибудь умение, которое сможет накладывать, ну, допустим, те же какие-нибудь рваные раны, то есть это кровотечение. Это еще больше негативных эффектов и еще больше всякого дамага. Но я не пробовал, потому что мне кажется, поймать хороший кинжал и хороший катализатор, это невероятно сложно. Поэтому я примерно остановился вот на сетапе с посохом. Невероятно крутой посох, на мой скромный взгляд. Мне он очень нравится, ребята. Так что вот как-то так. Конечно, я не самый лучший стат поймал. Наверное, зря я это сделал. Я, возможно, потом попробую еще как-то это вернуть. Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, как-то так. Ну и теперь самое-самое отбитое, это получается дерево наших умений. И давайте ключевые ноды покажу. Первое кольцо не меняется, потом здесь у нас ключевые каббалист, вот, допустим, здесь. И получается, здесь ужасная тень. Время, которое не лечит. Вот, чтобы вы могли сориентироваться. Давайте по ключевым, скажем так, нодам. Здесь мы берем криты. Здесь тоже берем максимально много критов. Здесь мы берем максимальное наложение всех негативных эффектов. Здесь немножечко энергии и ярости. Здесь вот сюда пошел, чтобы взять крит-дамаг. В теории, взять еще 60% критического урона хорошая тема. И мы, в принципе, не так сильно потеряем. Так что это нам подходит. Здесь у нас берется блок шанс блокирования, еще 3%, то есть в районе 9%. Ну, в принципе, неплохо. Здесь обязательно краша здоровья восстанавливает силовой щит. Очень полезная фигня. Здесь я еще взял периодический урон. Сначала наносит урон к силовому щиту. То есть для того, чтобы мы могли стоять в луже и танковать немножко. Но заигрываться не стоит. Вот это пробовал бесполезное умение. Здесь очень интересно. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 нодов, скажем так, бесполезный. Но, когда вот эта штука активна, нам не нужно нигде искать урон ядом. Это автоматически настакивает урон ядом, а вот это на 2 секунды замедляет всех врагов. А вот это умение, короче, наносит 25% больше дамага по всем, скажем так, замедленным врагам. Очень полезная штука. Здесь я взял общую кражу здоровья, чтобы было немножко легче здоровья воровать. Но, мне кажется, можно от этого нода отказаться в теории. Не уверен. Здесь обязательно берем силовой щит удвоение, потому что, ну, потому что надо. Здесь немножко негативных состояний. В принципе, можно вот от этого нода отказаться. Вот от этого можно отказаться. Потому что здесь просто рейтинг наложения, чтобы лучше наши негативные эффекты проколи. Обязательно берем ужасную связь. Потому что мы получаем часть дамага. И если мы постоянно дамажим, и наш щит силовой постоянно регенится, это нам очень сильно помогает. В теории. Ну вот. А при помощи этого нода мы получаем часть дамага сейчас. И часть дамага через, получается, одну секунду. И обязательно берем стазис. Потому что он, как бы, помогает дамажить. Так, вроде бы все рассказал. Здесь я немножко взял еще урона заклинаниями. Здесь можно еще заклинания взять, и еще заклинания взять. В принципе, обязательно берем вот эти все ноды на скорость перезарядки умений. То есть, получается, здесь по 10-30%. И здесь у меня на ботинках сколько? 36% получается уже 66%. И еще, по-моему, 39% у меня на шлеме поймалось. Я, к сожалению, вам его сейчас не могу показать. И в целом, чем больше откат умений, тем лучше. Опять же, буду безмерно благодарен, если вы подскажете, как мне улучшить данный билд, чтобы убивать боссов. Потому что дамага сейчас не хватает. Мне очень нравятся маги, я бы хотел играть ими и дальше. Из-за камней во всю бижутерию вставляем рейтингу критического урона заклинаниями. Это, по-моему, Александрит. В шлемаки мы, знаете, здесь лучше поменять скорость восстановления силового щита. Здесь осталось с прошлого билда. На просто базовое значение силового щита. То есть, на изумруды. Пихать везде в ромбике и будет нормально. Потому что скорость восстановления силового щита здесь не имеет смысла. Потому что мы любым уроном, которым наносим дамаг, мы, скажем так, вампирим себе силовый щит. По сути, все ноды, которые, вот смотрите здесь, снижение задержки восстановления силового щита, где-то еще же было, вот снижение задержки восстановления силового щита, они максимально неэффективны для этого билда. Но проблема силового щита в том, что почти, ну не почти все, большая часть нодов имеют не только силовый щит, но еще и, скажем так, его откат. То есть, вот здесь даже пойти 25, скорость восстановления. Нам нафиг не надо. Скорость восстановления и снижение задержки нам тоже нафиг не надо, потому что мы, скажем так, мапиризмом, вот этим нодом все перекрываем. Так что, по сути, мы часть умений, скажем так, если даже и возьмем, они будут наполовину эффективны в этом билде. Вот как-то так, в принципе, вы все в теории видели. Ну, ради рофла, вот давайте покажу, смотрите, доска контрактов. Как на моем уровне 81, это, конечно, бред, но просто, чтобы вы понимали, что как это вообще в теории работает. То есть, мы кастуем одно, кастуем второе, и просто бежим, они все будут дохнуть. Смотрите, вот просто. Просто берут, на них накладывается метка, они взрываются, они умираются. Если у нас будет намного больше эффектов, намного больше тамага, они просто будут, как бы, банально взрываться, ну, даже большие, крупные противники. И даже ничего не накладывая, не кастую, у меня уже есть 4 негативных эффекта. По-моему, прикольный билд, прикольная, скажем так, тема. Осталось только это грамотно реализовать, чтобы было еще больше дамага, и еще больше эффективности. Вот, как-то так, ребята. Надеюсь, видео было минимально для вас полезным, интересным, информативным, и хотя бы какую-то часть я смог до вас донести, а вы мне, возможно, подскажете в комменты, как это можно доделать, и сделать еще лучше, эффективнее, красивее. Вот, всем большое спасибо за просмотр, счастья, здоровья, никогда не валяем, чтобы все у всех было хорошо, получалось там, ну и все такое, да. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться, это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилхерц.